Валентин Сергеевич Пажетнов Представляю нашего лектора Мы имеем счастье уже второй раз Его видеть у нас в гостях Это Ясон Константинович Бодридзе Доктор биологических наук Профессор И просто легендарная личность Предоставляем слово Спасибо Благодарю Я как-то не очень задумывался Когда Определял название Сегодняшнего доклада Потому что если говорить Об онтогенезе поведения То есть всех видов поведения Мне бы пришлось обсуждать Наверное дня три И я надеюсь Вы не против Сегодня мы остановимся На формировании Пищевого поведения И пищедобывательного поведения Какие поведенческие реакции Должны быть сформированы К моменту рождения Незрелорождающихся Незрелорождающихся Я подчеркиваю Незрелорождающихся Влекопитающих Которые дадут ему возможность Выжить Первое, что приходит в голову Наверное, это животные В момент рождения В момент рождения У животных Должна быть сформирована Реакция сосания Оказалось, что Этой реакции Отнюдь не хватает Для выживания Новорожденного Значит, первое У незрелорождающихся Животных Терморегуляция Она еще Несовершенна Для сохранения тепла Им необходимо Наличие реакции Искучивания Для того, чтобы найти Мать Источник пищи У новорожденных Должна быть сформирована Реакция Поиска Источника тепла А вы представьте Разница В размере Источника тепла Прискучивания И теломатери Естественно Тело матери Несравненно больше Значит, они должны найти Источник Крупного Источника Тепла Дальше Прикоснуться Прикоснувшись К телу Матери А это Очень интересно То, что На Один квадратный Сантиметр Мордочки Необходимо Попадание Десяти Волосинок Чтоб запустилась Так называемая Реакция Поиска Соска Нахождение Выпуклости На теле Матери А это только Сосок И Сосание Но Тут мы должны Добавить Еще Одну Реакцию Сформированную К моменту Рождения Это Реакция Массажа Лапками Молочной Железы Что Определит В дальнейшем Постоянство Вытекания Молока При Сосании Вот это Фотография Сделана В юго-восточной Грузии Там Очень часто Волчицы Рожают В яме Не в логове А просто В углубленном Месте И вот Это типичная Реакция Скучивания Вот мы Говорили О Поиске Крупного Источника Тепла Они должны Различить Не только По Объему Источника Тепла Но и По Температуре Для этого Существует Сформированная Опять-таки К моменту Рождения Меня ужасает Это название Аурикулоназоцефалическая Реакция Тот Кто Дело Имел Со Щенками Котятами Наверное Видел Как они Разворачивают Голову И Пытаются Ползти По Кривой И В момент Попадания Теплого Источника В поле Мордочки В поле Зрения Так сказать Мордочки Эта реакция Гаснет И Новорожденный Синок Котенок Тигренок И так далее Начинает Ползти К этому Крупному Источнику Тепла Значит Кроме Всего Сказанного Должна Быть Еще Сформирована Вот Реакция Таксиса К Крупному Источнику Тепла Это Очень важно Что Заставляет Новорожденных Есть Оказалось Что К моменту Рождения Во всяком Случае В течение Первой Недели Жизни У Новорожденных Мозг Настолько Не сформирован Еще Что Не сформированы Мотивационные Эмоциональные Системы То есть Волчонок Новорожденных Волчонок Щенок Котенок И так далее Они У них Не наступает Состояние Голода Или Насыщения Тогда Возникает Вопрос За счет Чего Они сосут Оказалось Что Сосут Только Лишь За счет Потребности В Сосательной Моторике А Раз Это так Очень важно Особенно При искусственном Выкармливании В зоопарках Часто Крупные Млекопитающие Отказываются От своих И Животных Приходится Искусственным Образом Выкармливать Оказалось Что Просто Необходима Адекватная Техника Выкармливания С чем Мы имеем Дело Значит Все Те Естественно Сформированные К моменту Рождения Реакции Должны Быть Реализованы И Каким Образом Этого Можно Достичь Во-первых Огромное Значение Имеет Скорость Поступления Молока То есть Если Дырку В соске Сделать Большой То Через Несколько Сосательных Движений Желудок Наполнится Очень Часто Вы видели И у Животных Искусственно Выкармливаемых И у Детей Когда Быстрое Наполнение Желудка Желудок Наполняется С пищеводом Естественно Вместе И Начинает Вытекать Молоко Изо рта Вот Этого Надо Избежать И Каким Образом Избежать Когда Вы Делаете Отверстие Соски Перевернув Эту Соску Там Должна Повиснуть Капля А не Выливаться Молоко Это Очень Важно Так Вот Мне Приходилось Тогда В то время Еще Можно Было Найти Иглы От Граммофона Это Высококачественная Сталь И Можно Было Вот В Бутылке Выдалбливать Отверстия Для Того Чтобы Уравнять Атмосферный Воздух С давлением В бутылке Когда Синок Волчонок Там Сосед Давление Понижается В бутылке И что Очень Важно И Неприятно Для Животного Страт Для Развития Бактерий Очень Часто К сожалению Пока Я до Этого Додумался У меня Животные Погибали От Пневмонии А Причина Неправильное Кормление Вот Обязательно На Вот Бутылочке Должен Быть Надет Диск Если Вы Представите Что Такое И как Реализуется Реакция Массажа Лапками Молочной Железы Вы Обратите Внимание На то Что Происходит Последовательное Сокращение Сгибательных И разгибательных Мыслей А Это Значит Что Поочередно В мозг Поступает Импульсация От Сгибательных Далее От Разгибательных Мыслей Если Нет Упора Присосания То Вы Наверное Обращали Внимание На то Что Такое Тоническое Напряжение Происходит Одновременно Изгибательных И разгибательных Мыслей И Растопыривание Пальцев Что Указывает На то Что Все Мышцы Передней Конечности Предельно Напряжены А это Значит Что В мозг Поступает Так Скажем Гипер Импульсация Если Это Долго В течение Многих Дней Продолжается В мозге Образуются Очаги Высокой Активности Так Это Не Эпилептоидные Потенциалы Но Очень близко Похожие На Вот Подобные Потенциалы И Что Мы Дальше Име У Животных Да Это Мы Чуть Дальше Это Обсудим Так Вот При Кормлении Надо Процесс Кормления Максимально Приблизить К Естественному Процессу Дальше Вы знаете К сожалению Как-то Неонатальные Реакции Очень Мало Изучались В Советском Союзе Это Был Уж Давин И Его Сотрудники Из Американцев Наиболее Так Лучше Изучал Вот Эти Неонатальные Реакции Фокс Один из Крупнейших Знатоков Псовых И он Высказал Мнение Что Вот Эта Инструментальная Манипуляция Массажа Лапками Молочной Железы После Перехода На После Лактационного Периода Трансформируется В Приглашение К игре Кто Собака Видел Эмэл Он Наверное Видел Эту Реакцию Когда Собака Приглашает К игре Лапу Кладет На спину Или В общем Прикасается Лапой Вот тут Возник Такой Вопрос Каким Образом Может Поведенческая Реакция Которая Входит В систему Пищевого Поведения Трансформироваться И принять Совсем Другой Контекст Выйти Из этой Системы И войти В социальную То есть Вот Манипуляции В социальной Системе Вот Когда я У меня Возник Этот вопрос Я очень Серьезно Исследовал Эту реакцию И в конце Концов Оказалось Что Несмотря на то Что при искусственном Из рожков Выкармливании И в свое время Вот Ужновение Удивлялся Этому Что Эта реакция Не гаснет Даже Тогда Когда Питание В принципе Исключает Необходимость Массажа Лапками Молочной Железы И оказалось Что конечно Эта реакция Не только Не угаснет Она останется На всю Жизнь В том же Пищевом Контексте Просто Переходя На твердую Пищу Эта реакция Трансформируется В инструментальную Манипуляцию При разделке Пищи Это зрелище Потрясающее Абсолютно Когда вы Щенку Который Еще Сосет Даете Крупный Кусок Мяса Чтобы он Не смог Проглотить Он Этот Кусок Мяса Начинает Сперва Сосать Потом Соображает Что его Надо Разделывать И начинает Вот Эти Манипуляции Которые Один к одному По механике Своего движения А Вот Приглашение К игре Там Совсем С точки зрения Механики Совсем Другое движение Просто Это надо было Более Детально Изучить Таким Образом Вот Эта Реакция Она Остается На всю Жизнь Меняя Свою Функцию Стимулирования Подачи Молока На Инструментальную Активность При Разделке Крупного Куска Пищи Сейчас Одна из Важнейших Для Формирования Поведения Психики Животного Форма Это Игра У Волчат Первые Признаки Игрового Поведения Появляются На Восемнадцатый День И Они Развиваются Добавляются Элементы В Двухмесячном Возрасте Полный Набор Всех Игровых Элементов Но Что В конце Концов Для чего Эта Игра Вот Это Очень Важный Вопрос И Почему Что Самое Главное Во-первых В первую Очередь Почему Возникает Игра Сейчас Я вам Хочу Да Ну Вот Кто Играет Огромное Количество Видов Птиц И Млекопитающих В Их Репертуаре Большое Место Занимает Игра Вот Вот Вообще Да Мне Всегда Нравится Как Умные Люди Какие-то Даже Не специалисты Там Какого-то Дела Предвосхищают Или Понимают Суть Самого Явления Я не могу Когда я говорю Об игре Я не могу Не привести Извините Айтматова Да Вот Почему Волчата Носятся От Избытка Энергии Так И Называется Теория Теория Избыточной Энергии Сейчас Вы не Удивляйтесь Что Эти Теории Они В позапрошлом Веке Некоторые В первой Половине Прошлого Века Так Созданы Но Они До Сегодня Великолепно Работают Таким Образом Вот В молодом Организме Накапливается Больше Энергии Часто Эту Энергию Называют То Эту Энергию Переходящую В игру Называют Поведенческим Жиром Потому Что Животное Вместо Того Чтобы Накапливать Жир Для Волков Активных Хищных Имею Ввиду Они Играют Следующая Теория Функциональное Удовольствие Получают Или От Самой Формы Игры Или От Результата Игры Это Очень Важно И Теория Возбуждения Сейчас Бывают Вы Обращали Внимание Или Слышали Хотя Что Такое Телячий Восторг Когда Теленок Ни с того Ни с того Начинает Бегать Брекаться И так далее Ну Это Одна из Причин То есть Одна из Причин Этой Игры Такой Формы Это Урегулирование Эмоционального Напряжения То есть А У Людей Кто С собаками Много Дела Имел Наверное Встречаем Такую Ситуацию Когда Две Собаки Незнакомые Встречаются Довольно Дружелюбно Но Не нападают Друг на друга Они Противостоят Друг другу Готовы Каждый из них Готовы Напасть Но В конце Концов Одна Из Собак Припадает На передние Лапы И Вот Это Напряжение Переводит В игру Таким Образом Животные Снимают Чрезмерное Эмоциональное Напряжение Это Одна из Форм Подобная И Что Вот Гроз Это Уже В конце Позапрошлого Века Описывал То есть Это Теория Результат Игры Почему Что Дает Игра А игра Дает Там Формируется У молодого Животного Те навыки Которые Пригодятся Во взрослой Жизни И Мы Посмотрим Как это Происходит Далее Вот Фабры Ну Тут Без Игры Это Проблема Потом Для Естественного Отбора Там много Проблем В жизни Возникает И Вот Именно Игра Дает Возможность Животному Устоять Перед Естественным Отбором Но Дело в том Здесь Я Не могу Не Подчеркнуть Что Совершенствуется Не только Врожденные Реакции Но Совершенствуется И Приобретенные Вот Как бы Это Странно Не Звучало Когда Какой-то Вид Поведения Развивается Оно Постоянно Постоянно Развивается Более Больше И так далее Значит Животное Приобретенную Форму Поведения Может Развивать В течение Всей жизни Менять Эту форму Усовершенствовать И так далее И это Тоже Происходит Во время Игры Ну Вот Эта Схема Которая Показывает По каким Причинам Вообще Начинается Игра В конце Концов В процессе Игры Накапливается Опыт Что Дает Возможность Пластического Комбинирования Фрагментов Образной Памяти И построения На этой Основе Новых Адаптивных Видов Поведения Тут я Несмотря на то Что мы О пищевом Поведении Говорим Будем Говорить Больше Не могу Так сказать Не отойти От темы И Сказать Что Игра Это Одно Из Главных Движущих Сил Развития Мышления Это В одинаковой Мере Животных Человек Без Игры Животное Фактически Обречено На Гибель Потому что У него Не формируется Не только Вот Ну как вам Сказать Да Такие Первые Стадии Мышления Животное Не может Прогнозировать Результат Своего Действия Потому что Не возникает Ассоциации А само Мышление Оно Очень интересно За счет Формилируется За счет Образов Прошлого И как бы Это не странно Звучало Звучало За счет Образов Будущего Это Очень важно А без Игры Все эти Способности К величайшему К сожалению Не формируется Вот Что дает Игра Если Возвращаемся К Пищевому Пищедовательному Поведению Вот На Рисунке А Это Места Атаки Партнеров Игре А на Б Места Атаки Во время Охоты Они Полностью Совпадают Полностью Совпадают И При Вот Этом Единоборстве В процессе Игры Формируются Те Приемы Охоты Которые Будут Применены При Первой Охоте Я подчеркиваю Первой Охоте Потому что При следующих Все эти Реакции Будут Еще Приемы Будут Еще Более Развиваться Совершенствоваться И так далее Но Этих Реакций Которые Сформировались Во время Игры Вполде Достаточно Для Первой Охоты Одно Из Поведений Связанных С Питанием Это Запасание Пищи Очень интересно Честно говоря Меня это удивляло Что Вот Один из Крупнейших Волчатников Американских И его Сотрудники Считали Что Запасание Пищи Не играет Такой Либо Значительной Роли В жизни Волков Ну хорошо Когда Запасание Пищи Не играет Серьезной Роли Для Собак Домашних Собак В течение Этих Тысячелетий Эта Реакция Фактически Превратилась В Рудиментальную Реакцию Некоторые Собаки Вообще Не запасаются Некоторые А это В общей Сложности 30% Собак Запасаются А Притом Некоторые После еды Некоторые До еды Это трудно Определить Что это Такое Значит Обязательно Надо было Раз Такое Сомнение Возникло Необходимо Было Вот это Исследовать Значит Необходимо Было Когда Запасаются Во-первых Что Запускает Да Какая Главная Главный Вопрос Какая Функция Запасания Что Запускает Данный Вид Поведения Как Находят Кладовые Это Очень Важный Момент А Этот Вопрос У меня Возник Вот Последний Как они Находят Возник После того Как Я вот Наблюдал За Приученными К моему Присутствию Волками Это Страшно Меня Заинтересовало Значит Да Все эти Вопросы Вот Мне Пришлось Ответить Оказалось Что Дикие Волки За Которые Я Вот Наблюдал Это Несколько Семей Диких Волков Приученных К моему Присутствию И Четыре Семьи Моих Ручных Волков Которых Я Выпустил На Свободу Так Сказать Реинтродуцировал Оказалось Что Волки Интенсивно Начинают Запасаться Естественно Когда Добывают Крупную Добычу Допустим Оленя Начинают Запасаться Тогда Когда Волчица На сносях И уже Не может Участвовать В охоте И далее Когда Вот Щенки До возраста Там Семи Восьми Месяцев Когда Щенки Этого Возраста Достигают Взрослые Волки Перестают Запасаться Или Запасаются Всего Лишь Один Раз А до Этого Как Минимум Каждый Волк Четыре Раза Запасается Как Они Запасаются Да Вот Исходя Из Этого То Что Они Начинают Интенсивно Запасать Пищу Когда Волчица На сносях И далее Для Щенков Это Говорит Исключительно О том Что Огромное Значение Имеет Поведение Запасания Для Стабилизации Пищевых Ресурсов Количество Пищевых Ресурсов В Период Беременности Последней Фазы Беременности Самки И Для Волчат Обеспечения Пищей Волчат Потому что Охота Это Не каждый День Можно Добыть Оленя Это Четыре Пять Шесть Дней Раз А Между Этими Днями Их Надо Интенсивно Кормить Так Вот Это Принципиальная Схема Распределения Кладовых Это Группа Из Четырех Волков Распределение Кладовых Вокруг Мест Питания Тут Видно Что Эти Кладовые Или Как Волчатники Называют Ухоронки Они Довольно На большом Расстоянии От Места Питания И Притом Сам Процесс Запасания Он Происходит Таким Образом Что Другие Волки Не Видят Где Запасается Конкретный Индивид Значит Никто Из Этих Волков Не Видит Кто Здесь В отличие От Врановых Это Потрясающее Зрелище Когда Врановые Там На Крупную Пищу Питаются Там Что Так Усок Туша Падает Не Имеет Значения Потом Они Начинают Относить И Подглядывать Как Другие Где Запасаются Если Они Это Увидели Обязательно Оттуда Берут И Перекладывают На Другие Места Вот В отличие От этого Волки Не Видят Где Запасаются Их Партнеры А Естественно Запасаются Только Тогда Когда Крупная Добыча Да С одной Стороны Это Понятно Потому Что Много Мяса Остается Но Что Делать Когда Вместо Оленя Косулю Они Добыли Вот Как Только Они Съели Первую Добытую Косулю Они Целиком Съедают Без Всяких Запасов Даже Если Там Щенки И Через Три Четыре Часа Выходят На Новую Охоту И Добыв Следующую Косулю Они Полностью Ее Запасают Они Уже Не Едят Вот Ну Каким Образом Волки Находят Свои Кладовые Что При Наблюдении За Дикими Волками Оказалось Что Волки Находят Как Свои Так И Чужие Кладовые Несмотря На То Что Они Не Знают Что Эти Кладовые Где-то Вообще Существуют Да А Начинают Искать Когда Они Выходят На Поиски Кладовых Они Выходят К той Точке Где Добыли Крупную Добычу И Дальше Начинают Искать Вокруг Вот Этой Зоны Вокруг Места Добычи Крупной Жирной Оказалось Что Волки В одинаковой Мере Могут Найти Свои Чужие Кладовые Каким Образом Вот это Надо было Выяснить И что А для того Чтобы Выяснить Как долго Они Помнят Свои Кладовые Необходимо Было Выяснить Вообще Каков Уровень Памяти На Там Предъявленную Нами Пищу Оказалось Что Оказалось Что Волги Помнят Местонахождение Предъявленной Им Пищи Более Чем Десять Дней Сейчас Эксперимент Стался Таким Образом Вот По Прямой Линии Мы С Волком Подходили К Месту Где Демонстрировали Пищу И По той же Линии Уходили Потом Возник Вопрос Так А вдруг Волк Идет Запоминает След Надо Было Раз Такой Вопрос Возник То Надо Было Как-то Увериться Что Мы Эксперимент Ставим Чисто Следующий Вариант Эксперимента Мы Так По Крывой Подводим Волка К месту Нахождение Приманки И Когда Там Его Спускаем Через День Десять Дней И так Далее Он По Прямой Бежит Не По Нашему Следу А По Прямой Бежит Значит Ну Это Было Ясно Что У Волков Прекрасная Память Ну А Что Сказать Кладовую Сейчас Надо было Придумать Какой-то Тест Для Определения Времени Запоминания Местонахождение Кладовой Ну Единственное Что Я Смог Придумать Это Определить Время В течение Которого Волк Может Охранять От Потенциальных Конкурентов Свою Кладовую Оказалось Что Это Время Не Превышает Четырех Часов Ради Случаев Это Еще Меньше Так Возвратимся Опять К тому Вопросу Почему Каким Образом Волки Находят Кладовую И Почему Они Не Помнят В течение Долгого Времени Оказалось Что Вероятно Случайного Нахождения Своих Или Чужих Кладовых Настолько Высока Что Не Требуется Запоминать Запоминание Такого Количества Кладовых Это Огромная Нагрузка На Мозг Представляете Кроме Кладовых Надо Еще Помнить Где Какой Камень Лежит Свою Территорию Вот Так Называем Ментальной Карты А Еще Это Добавлять Эту Информацию К той Которая В голове У них Лежит В общем Вероятность А как Физиологически Вот почему Волки Не могут Этого Запомнить Какие-то Механизмы Физиологически Определяют То что Волк Не может Запомнить На Длительное Время В свое Время Это Много лет Там Назад Было Я Специальные Эксперименты Ставил И Оказалось Что Поведение Запасания Пищи Развивается За счет Так называемого Первичного Насыщения То есть Когда Стенки Желудка Растягиваются И Моментально Все Стало На свои места Что происходит Когда Стенки Желудка Растягиваются Я имею ввиду Исключительно Первичное Насыщение А не Вторичное Происходит То что Импульсация Идет Не только В пищевую Мотивационную Систему Но и В кору Головного Мозга При Первичном Насыщении Активность Как Мотивационной Системы Так и Коры Головного Мозга Серьезно Снижается Что Препятствует Долговременному Запоминанию Каких-то Вещей Которые Происходят Вот На Этом Фоне Таким образом Ну Вот Я как-то Попытался Определить Механизм Того Почему Волги В течение Длительного Времени Не могут Запомнить Сейчас На мой взгляд Самое Странное К этому Не привыкли Потому что Нас Обучали О существовании Хищнического Инстинкта И так далее И так далее Что такое Хищнический Инстинкт Это Врожденный Комплекс Поведенческих Реакций Направлен На Поимку И Поедание Женки Отсюда Следует Единственное Что У Хищника Существует Врожденная Ассоциация Между Живым Объектом И Пищей Дальше Посмотрим Как Все Это Развивается Вот В 20-летнем Возрасте У Волчат Да и У Собок Большей Частью Формируется Положительная Реакция На Запах Крови И Мяса Но Это Не Значит Что Это Хищническая Реакция Это Просто Положительная Реакция На Запах Крови И Мяса Дальше К 25-дневному Возрасту У Волчат Формируется Реакция Преследования Любых Абсолютно Любых Движущихся Объектов Независимо Это Мышь Мяч Камень Палка Они Преследуют Любые Движущиеся Объекты Пытаются Схватить А Схватив Обязательно Резцами Эта Реакция Очень Похожа На Блошение Резцами Начинают Пробовать Что Это Такое Фактуру Вот И Если Предмет Незнакомый Обязательно Начинается Игра Об этом Мы уже говорили Игра Часто Начинается Когда Когда Животное Волнуется А это Незнакомый Для них Предмет Они Знакомятся Как раз Играючи Это Очень Важный Момент Вот Если Мне Приходилось Делать Эти Радиоуправляемые Чучела Если Чучела Отдаляется От животного Они Волчата Преследуют Если На них В сторону Не едет Они Избегают Так И Вот Тут Кроме Волков Мне Приходилось Работать С Тиграми С Леопардами Шакалами С Лисами Тут Одна И Та Жя Картина Абсолютно Вот Дали Допустим Вот Этому Тигренку Он Просто Лапой Ударил И Убил Кролика Но Шкура Не Повреждена Этот Тигренок Может Рядом С Этим Кроликом Умереть От Голода Он Он Представляет Что Это Съедобно Следующий Рисунок Это Следующий День Когда Одна Лапа Не Помогла Он Схватил И Прокусил Шкуру И Выступила Капля Капля Крови Моментально Он Начал Охранять Свою Добычу Моментально Этот Кролик Не В Объект Игры А В Объект Добычи Превратился И Вот С Этого Момента Он Начал Его Охранять Как Только Эта Капелька Крови Выступила А Для Этого Сформирована Положительная Реакция На Запах Крови Мяса И так Далее Он Определил Что Это Съедобно Съел И С Этого Момента Стал Хищником Дальше Самый Мой Большой Позор Потому Что Все Эти Пастухи С Которым Мне Пришлось Работать Ну Вы Все Представьте Не можете Какими Словами Они Меня Обзывали Что Я Испортил Гениальную Овчару Они Представить Не могли Что Это Волк Это Волк Который Кроме Мяса Ничего Не Ел А Очень Важно Как Интересная Вещь Каким Образом Родители Обучают Волчат Охотиться Естественно Сперва То Не охотиться А хищничество Охотиться Они Сами Должны Научить Сперва Приносят И Отрыгивают Мясо Это Вот Закрепление Как раз Той Реакции Которая Сформировалась В 20 Дневном Возрасте Потом Они Приносят Куски Мяса Не Проглоченные А просто Кусок Мяса Без Шкури Это Я подчеркиваю Это очень важно Они Уже Начинают Понимать Вкус Того мяса Которым Будут В дальнейшем Питаться Но еще Видового Запаха Нет Это Это Важно Следующий Этап Они Приносят Куски Со Шкурой А Вот Этих Сальных Железах На Шкуре Как раз Они Носят Видовой Запах Это Очень Важно Значит Они Дошли До Понимания Видового Запаха Но Еще Не Знают Что Из Себя Визуально Представляет Этот Дзин И Вот Дальше Уже Где-то Возрасте Приблизительно Пяти Месяцев Они Начинают Отводить Волчат К Добыче И Тут Волчата Они Знают Вкус Мяса Они Знают Запах Жертвы Видового Запах И Вдруг Они Видят Внешний Вид Какой Это Зверь Сейчас Одно Дело Какой Зверь Лежачий Убитый Второе Дело Какой Зверь Ходячий Убегающий Ну Это Уже На их Совести На совести Волчат Они Сами Должны Понять Как Это Добывать Вот Вот Конкретно Этот Волк Выросший На Мясе Никогда Не Видел Овец И Как Меняется Его Реакция Овцы Любопытные Существуют Потрясающие Вот 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 Тут Уже Начинается Постепенно Паника Вот Дистанционное Исследование Когда Еще Ничего Когда Большое Расстояние Между Ним Ну Тут Уже Совсем Скукожился А вот Тут Уже От Страха Рычание Начинается Таким Образом Я Хотел Сказать Что Та Формулировка Хищического Инстинкта Она В корне Неправильна Такой Инстинкт Оказывается Существует У Мелких Хищных Например Куни Когда Родители Не обучают Своих Детей И Дети У детей Должна Быть Врожденная Реакция Поимки Умерщвения А У крупных Хищных Почему Проблемы Возникли С этой Львицей Рожденная Свободной Вы Помните Эту Книгу Почему Вообще Всегда При Реинтродукции Животных Это Потрясающе Было Вот Волков Американцы Пытались Выпустить В свое Время Они Выпускали Потом Еле Отлавливали Этих Животных Потому Что Те С голоду Пухли Они Сидели В стаде Оленей И Не Представляли Что Это Съедобно Это Все К тому Что В Природе Каким Образом Родители Идеально Знают Каким Образом Сформировать Хищническое Поведение У своих Детей То есть Нет Врожденного Ассоциации Между Живым Объектом И пищей Вот Эта Ассоциация Должна Сформироваться Уже За счет Там Или Опосредованного Обучения То есть Наблюдения За другими Как они Едят Там Мышь Кролика И так Далее Или За счет Собственного Опыта На этом Позвольте Мне Закончить Если Есть Вопросы Я с удовольствием Попытаюсь Ответить Только Я вас Спрашу Письменно Пожалуйста А то У меня Серьезные Технические Проблемы Спасибо Спасибо Спасибо. Спасибо. Вопрос таков. Каким образом они находят мать новорожденной волчата? Я говорил, что у них к моменту рождения сформирована реакция, так называемая реакция термотаксиса. Они могут великолепно различать объем теплого тела. Я ставил специальные эксперименты для того, чтобы определить, что, как волчата могут различить или определить, чем это телом, ушами. Они не видят, не слышат. Даже в первый день жизни они даже запахом не могут пользоваться, а боняния у них нет еще. Нет, в первый день жизни они представления не имеют. Эти запахи надо почувствовать и научиться, что как пахнет. А на это время нужно. Можно задам вопрос? Я просто слышала про исследование, но это было на людях, что ребенок, например, по запаху определяет с новорожденной мать и не мать. То есть кладут ватку с материнским молоком на одну сторону и ватку с молоком чужой женщины. И ребенок поворачивает голову в зависимости от того, где его мать родная. То есть запах чувствуют новорожденные? Ну, у щенков этого нет. Я могу со всей ответственностью сказать. И если, если, вот я о экспериментах говорю, я обрабатывал мордочки не ноздри, а мордочку дикаином, который временно лишает чувствительности. Волчаты никак не могли найти источник тепла. Так что вот это аурикулоназоцефалическая реакция, они крутились, ворочали головами и никаким образом найти их не могли. Если бы работало обоняние в тот момент, то они, безусловно, нашли бы. Спасибо. Так. У меня не все. Там на первом кадре был, на одном из педрах, участок тела обозначен для игры. Это нос. Я работаю с собаками и всю жизнь с собаками, и за ними наблюдаю, и сама читаю лекции по языку телодвижения и никогда не видела, чтобы они хватали за нос. Это типичное для волчонка место хватки. При игре между собой. Да. Я не раз видел, когда именно этот прием применяется при поимке оленя. Да. Это да. Это шикарная вещь, потому что у них торможение происходит, а олен перестает сопротивляться. Я согласна. Это как в лошаде захрат. Да, да, да. Да, да, да. Но ученков никогда не видела. И здесь вопрос у меня возник. Запасание после семи-восьми месяцев прекращается или происходит только один раз? Один раз. А за какой период один раз, я не понимаю? При добывании крупной жертвы, при добывании оленя, они до этого, если запасали не менее четырех раз, или при добывании оленя, они перестают или перестают вообще, или запасаются только один раз. Это при каждом добывании. А, при каждом. Все, поняла, поняла. Абсолютно при каждом добывании. По поводу нахождения кладовых. Да. То есть волк помнит, где убил дичь, но не помнит, где схоронил. Да. Это очень интересно, потому что даже в системе высшей нервной деятельности такие эксперименты ставили на голодных собаках, им показывают местонахождение пищи и уводят. И потом проверяют, сколько времени эта собака может помнить. А эти волки голодные же добыли. Они великолепно помнят, где остались вот эти остатки и ищут вокруг них. Потому что на скелете практически ничего не остается. Спасибо большое. Потому что я знаю, что собаки находят и через полгода, и через год они приезжают и находят на том же месте, где сохранили косточку. Спасибо вам большое. Следующее. Следующее. Ой, конечно. Я сейчас вам попытаюсь показать. Да, тут вопрос такой. Думаю ли я, что волки произошли от собаки? Лет... То есть, наоборот, извините. У меня уже лун зараза зашел. Так вот, эту тему, честно говоря, я обсуждал лет тридцать, может чуть больше, с Андреем Дмитриевичем Паярковым. И почему? Потому что тогда теория была, что там волки от шакалов, от каких-то других и так далее, и так далее. Но потрясающая разница в мимике у волков и шакалов. Естественно, в среде они не скрещиваются и не могут, потому что не могут понять друг друга. Искусственным образом, естественно, скрещиваются, если там их запереть, нет других вариантов. Но мимика настолько разная, что ясно было, что собаки не от шакалов, во всяком случае. Это точно было. Сейчас очень... И тут компьютер... Вот я просто взял с собой систематику волка. Собака, независимо от породы, я просто не знаю, где это найти сейчас. Как на флешку переключиться. Собака одна из... Всего лишь под вид волка. Если собака... Раньше называли собаку... Канис фамилярис. Сейчас собака... Канис лупус фамилярис. Да. Да, пожалуйста. Дальше, дальше, дальше. Вот здесь все виды. Все то, о чем я вам говорил, было исследовано на... По старой систематике. Канис лупус кубанинсис. Так называемый кавказский волк. Сейчас этот волк называется Канис лупус лупус. Вот это вся систематика. Там 37 подвидов. Часть из них уже вымерла. Включая вот именно этот волк. Тот, с кем мне приходилось жить и много работать. Так. Включая собаку, конечно. В том числе и динго и прочее, прочее. Тут... Сейчас кого мог приручить? Вот я... Это когда мне приходилось... Там какое-то... это было, я не помню. С Гордоном беседовать. Этот вопрос мы тоже обсуждали. Вы, если вспомните работу, потрясающую работу Беляева. Да. Да. Вот в Новосибирске. Он же потрясающее открытие сделал о доместикации вообще. Да. Он занимался... лисами, лисоферми, а эти лисы часто кусали служителей. И на бюллетен приходилось людям уходить, а это деньги и затраты и так далее, и так далее. И он решил вывести неагрессивную лису. И начали отбирать по признаку меньшей агрессивности. И в конце концов получилось, что у лис уши повисли, появились пятна, хвост загнулся, как лайки. И никакой ценности эти лисы не представляли для производства. Но сам опыт потрясающую вещь показал, каким образом могло произойти одомашневание. Ну, если экстраполировать на волков. Я абсолютно убежден, что тот мусор, который возникал вокруг поселения первобытного человека. Естественно, закономерности социальной системы в стае волков должна была быть та же самая. То есть низкоранговых изгоняли из семьи, которым оставалось питаться на этих отбросах. А этими ямами и отбросами всё-таки пользовался человек. И судя по всему, там происходил такой нецеленаправленный отбор по признаку меньшей агрессивности. Потому что человек убивал тех зверей, которые на него нападали. А те, которые не нападали, оставались живы. И та же самая логика должна быть, как мне представляется, что и в экспериментах великолепного Беляева. Вот таким образом... Я говорю, вы верите в чистоту эксперимента? Беляева? Безусловно. 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 Нет. Тут... Вы понимаете, дело в чём... Эксперимент, он настолько прост, что его повторить — это пара пустяков. Просто время, кому время не жалко, может повторить тот же самый эксперимент. Это блестяще, конечно. Как расширяется... Вот тут вопрос. Этот вопрос я очень люблю. Часто задают. Как расширяется познание волчонка? Вы знаете, очень интересно то, что родители принимают огромные усилия для того, чтобы волчонка выманить из логова. Они не хотят выходить, они боятся незнакомого пространства. А волчица — вот это как раз то, уже начинаю отвечать на этот вопрос. Волчица подходит, их облизывает, потом отходит на метр от логова. Волчата голодные, они не дают им молока. Волчата скулят, она опять подходит, там лежит их, успокаивает, отходит на полтора метра. И на второй-третий день волчата голодные, два дня они не ели, выскакивают из этого логова кувари и катятся к маме. Естественно, еще там некоторое время они возвращаются в логово. Но самое интересное то, что волчица и дальше уже все тети, дедушки, бабушки и прабабушки ложатся перед логово на большее расстояние, чем это вчера было. Значит, волчата начинают осваивать территорию шаг за шагом. Вот сегодня они полтора метра прошли от логова, завтра два метра, три метра и так далее. В возрасте двух с половиной месяцев они осваивают в районе двух тысяч квадратных метров. Две тысячи квадратных метров это кот наплакал по сравнению со всей этой территорией. Но каким образом они начинают наблюдать сдалека за очень крупными предметами? Я же говорил, что у них ноофобия, они боятся всего, но они боятся шушек, например, пока не привыкнут. Они наблюдают за крупными предметами, которые каждый день в поле их зрения. Понимают, что эти предметы не двигаются, не опасны. И исследовав этот пятачок, там несколько десяток квадратных метров, они бегом, галопом вот к этому ближайшему крупному предмету, который они знают, что он не опасен. И вот этот метод освоения территории я в свое время назвал метод перебежек. Потому что это реально, в прямом смысле, метод перебежек от одного крупного предмета к другому. И очень нервное, таким сильным эмоциональным напряжением освоение там вот этих нескольких квадратных метров. А все они помнят. Очень интересно, вот когда я вам демонстрировал все три причины игры, возникновения игры. Результат, один из результатов, это процесс мышления. Вот они способны не только там экстраполационные задачи решать, но и прогнозировать результат своего действия. Да, кроме этого. Это ужасно странно звучит. Очень много работ сейчас по счету, по способности животных считать. Ну, это бред, что значит считать. Животное может оперировать множеством по принципу больше-меньше. Но самое интересное то, что вот эти игры развивают способность к оперированию множеством. Причем территория, причем это способность, да, вот так и напрашивается. Оказывается, в прямой зависимости волки способны оперировать множеством в пределах силы и кратностью силы. То есть вот раз, два, три, четыре, семь. Два, семь, три, семь группы. Таким образом. Семь какое-то такое число, что, ну, аух, тут восторгались бы. Ну, оказывается, количество переставновок в пределах семьи – это пять тысяч сорок. Сейчас представьте. Вот у волка при подобном освоении территории формируются так называемые ментальные карты. А что это такое? Это же не только вестибулярная память, в каком направлении идти, как идти и так. Это еще визуальная память. Они запоминают где, сколько, каких предметов. Так что вот эта способность, ну, просто классная. Так. Каким образом ухаживают за беременной волчицей? Они ее обеспечивают пищей. Ну, а те супружеские ласки, ну, это, так сказать, это норма. Но самое главное, что вот когда волчица на сносях, как я уже говорил, волки начинают интенсивно много раз запасаться мясом. В запасах может лежать до 30 и больше килограммов мяса. А интересно то, что это мясо не портится, не гниет. Потому что, судя по всему, вот в той слизи, которую они же отрыгивают запасаемое мясо, из желудка достают. И, судя по всему, у этой слизи какие-то бактериоцидные. Я не исследовал это, это мои, так сказать, ну, такая, мы называем это, спекуляция. Но факт то, что когда я исследовал вот эти ухоронки кладовую, там было сублимированное мясо. А в лесной подстилке там миллион бактерий это могло сгнить, да, без проблем. Не гниет, сублимируется каким-то образом. Ох, я вас замучил. Сейчас. Вот, если волк вырос в человеческой квартире, может ли он напасть? Может, безусловно, может. Он не только на незнакомого, но и в определенном возрасте на хозяина без проблем может напасть, выясняя свой социальный статус. Между прочим, вот когда я жил с дикими волками, я как раз из-за этого никогда не входил в их социальную систему. Я присутствовал, присутствие которого для волков было выгодно. А войдя в их социальную систему, ну, это мордовой, я не думаю, что без специальной экипировки стоят с волками. А вот с дикими у меня никогда конфликта не было. С волками, которых я сам вырастил и дома в том числе. Вот пока они вот годовалые волки с моими детьми играли, это, ну, одно загляденье было. А когда мой дядя приехал, пришел к нам в гости и увидел, как мои дети четверо перьярков в кучу малу устроили. Его пришлось каплями откачивать, да? Вот. У них вот этот родительский инстинкт к годовалому возрасту как раз формируется, а раньше это опасно. А когда они половозрелыми становятся, ну, вот, к величайшему, величайшему сожалению, мне пришлось убить вот в такой драке как раз четырех волков. Потому что, ну, видно, я там допустил ошибку какую-то, но они постоянно пробуют, кто доминант. А эти пробы не проходят без участия клыков. Вы знаете, да, вот много ли схожих черт между животным и человеком в получении каких-то навыков. Огромное количество, да, не говоря уже о игре. Потому что самая главная и важная стадия в развитии детей и человека – это игра. Я категорически против, когда дети начинают заниматься или получать такую информацию, которую они в игре не могут применить. Да, эта информация, она осаждается в мозге, требует выхода, но дети не могут играть. Вот развитие, нормальное развитие детей, включая книги и так далее, образование, как раз в том, что всю ту информацию, которую они получают, они могут преобразовать в игру. Это один из способов формирования высокого интеллекта, высоких способностей детей. Потому что сама игра же – это не просто отработка навыков каких-то, моторных или эмоциональных навыков. Это в дальнейшем способность комбинирования этих навыков. Вот это самое важное. Если весь репертуар игровой у волчат формируется к двухмесячному возрасту, то всё остальное время, пока они ещё играют, взрослым не до этого, это комбинирование этих элементов. 20 элементов. Представьте себе, это как в лотереи, там миллионы вариантов доходят, какие они могут использовать. А когда рассудочная деятельность хорошо работает, мозги хорошо работают, они в любой ситуации могут найти из любой ситуации выход и решить любую задачу, которую природа им предоставляет. Значит, комбинированием вот всех этих умственных процессов, моторных процессов и так далее. Так что это у детей и у волков очень схожие моменты есть. Вы знаете, да, вот испытывал я чувство страха, когда я жил с волками один. Ну, надо сказать, что когда я с волками жил и решил с ними жить, это, судя по всему, всё-таки причина была слишком большого ветра в мозгах. Потому что, ну, очень уж хотелось. Сейчас дело в чём? Конечно, без страха куда? Сейчас у меня был топорик один и нож. Этот топорик в своё время, не знаю, сейчас некоторые из вас помнят, наверное, называли «Смерть туриста». У нас резиновая рукоятка, ни к чему не абсолютно топорик. Вот. Первое... Ух! Это было тяжёлое состояние. Вот я всё пытался выйти на волков, там четыре месяца их приучал к себе. И вдруг пара волков, а волчица уже беременная была, когда это как раз вот такая весна, вот этот матёрый увидел меня, он сошёл с тропинки, подошёл метров на пять. Так смотрел, глаз в глаз, зарычал, щёлкнул, а не щёлкнул. Вот испанцы кастанитами так не щёлкают. С зубами повернулся и ушёл. Вместо того, чтобы обрадоваться, что всё у меня получилось, он меня даже не пытался скушать. И потом вышли, спокойно ушли. А я стоял, двинуться с места не мог. И самый показатель такой, что это был ужасный страх. У меня по языку мурашки бегали, вот как ногу отсидеть. Это ужас был. Я даже волосы там проверил, белые, не белые. Конечно, были ситуации ужасно страшные. Но зато вот одна ситуация была потрясающая абсолютно. Одиннадцать часов мы бегали. Неудачный день был. Ну, ничего, да, мы там несколько оленей упустили. И возвращаемся на рандеву сайт. Рандеву сайт – это место встречи, где вся семья встречается в основном, где лёжки у них. И так, заходя, еле-еле иду. Огромный валун. Вечер, солнечный день был. Это камень согрев. Тёплый, наверное. Я так у меня в представлении это возникло, что он должен. И как хорошо к нему прислониться. Потому что я не могу стоять, одиннадцать часов бегать. А оказалось, что за этим волном медведь спит. И он встал на дыбы. А расстояние, ну, метр, наверное. Во всяком случае, лапой он меня без проблем голову снесёт. Видно, я вскликнул от неожиданности. И волки атаковали этого медведя. Кто из них, я не помню. Один из них, из матёрых, один из матёрых, за пятку его схватил. И тут я, несмотря на страх, понял, что всё, я в доску свой. Потому что вы представьте, да? И вот тогда я понял, что мы очень многим кичимся, что вот мы придумали то, сё. А что мы придумали, в конце концов, кроме языка, письменности и так далее? Да, это альтруизм. Альтруизм, оказывается, не мы придумали. И миллион случаев альтруизма мне приходилось в жизни видеть, как животные, рискуя собой, спасают своего сородича или кого-то любимого индивида. А почему-то альтруизм представляется таким образом, что животное преодолевает свой страх перед опасностью и делает то, что делает. Ничего подобного. Альтруизм – это потребность. Если кто-нибудь когда-нибудь задумывался, что он делает, спасая, допустим, своих детей или спасая близкого. Пока я подумаю, пока я решу, что я всё-таки такой-сякой и прыгну в огонь или воду, это уже поздно. Это реакция, спонтанная реакция, и это потребность. Так что вот у волков этот альтруизм очень хорошо развит. Что делать, если в лесу встретить голодного волка? Ну, надо сперва определить, он голодный или нет. Ничего не делать. Вы знаете, сейчас, как и среди людей, среди животных тоже есть сумасшедшие от рождения убийцы или там, но это настолько мизер, что в норме каждый нормальный зверь, сытый или голодный, он избегает человека. Потому что столько человек натворил, столько тысяч лет гонялся за животными, что у них дистанция бегства огромная стала. Вот я наблюдал за дистанцией бегства от человека. Естественно, вот в Лагодехском заповеднике до гражданской войны что было и что произошло после гражданской войны. В Лагодехском заповеднике я мог, не скрываясь, наблюдать за оленем с дистанцией ну, ага, от силы 50 метров. После гражданской войны, когда там с 1500 оленей оставили 80, дистанция бегства в районе 300 метров. Ну, вот так и если волка вообще не трогать человек, а это же премиальная система была в советское время, по-моему, здесь тоже сейчас эта система есть. я подобного, извините за выражение, подобной глупости в жизни я не мог себе представить. Представьте, убили волчицу, беременную волчицу. а это я видел с собственными глазами, у этой беременной волчицы 16 эмбрионов было. Естественно, она бы не родила 16 волчат, или они бы не выжили, потому что выживает, как правило, 25 процентов. До года, да. Этому охотнику заплатили за волчицу 50 рублей, тогда у младшего научного сотрудника, то есть зарплата была 140 рублей. 50 за волчицу, за 3 волчонка по 50 рублей, за 4 плюс 50. Да, еще добавка, и остальные там волчата тоже через каждые 4 на 5 плюс 50 рублей. эти зарабатывали охотники на волках. Ни один профессор таких денег не имел, даже не видел в жизни. Ну вот, представьте себе. конечно, дистанция объекта огромная у волка. И это из-за этого, из-за того, что вот так его в течение многих-многих лет преследовали. я не до конца ответил на этот вопрос. Вот если встретить, лучше не обращать внимания, но держать его в поле зрения. Сейчас дело в том, убегать ни в коем случае. Это обязательно спровоцируете погоню. От волка убежать невозможно. Если мужчина среднего телосложения и не испугался, я повторяю, с одним волком, без проблем можно справиться с одним волком. Так что лучше как спокойно ретироваться, но держать его в поле зрения. Я надеюсь, этот совет вам не понадобится вспоминать. А, вот вы сказали, что были полезны волкам. За какие заслуги. Вот я только что говорил, что была премиальная система. Потому в заповедниках каждый советский директор заповедника считал, что при его директорстве надо приумножить копытных. А почему копытных? Потому что вот там большие люди приезжают, охотятся, их надо обеспечивать такими вещами. Вот. Для этого что надо? надо, егерей, где они встретят Волга, там бы его стреляли. И егерей деньги зарабатывают. И директору хорошо. Вот. А когда я туда приехал и понял, что я тут уже остаюсь очень надолго, ну, как-то надо было избавиться от этих егерей. За них 50 рублей не давали? Да. Вот. Ну, я им объяснил, что для их здоровья лучше будет, если они не будут в этом районе появляться. Они поверили. Да, потому что, ну, тогда кто меня знал, они хорошо понимали, что я не шучу. Единственное, вот этот егерь должен был мне втихаря, чтобы директор не узнал, что он не со мной. Там две-три недели раз должен был пищу приносить и складывать в тайное для нас место. В общем, я все это к тому рассказываю, что мое появление, после моего появления этих волков никто не беспокоит. Это раз. Второе, что после моего появления уже волчица перестала охотиться. и этому матерому стало очень сложно. Одному где молодые, они бездельники, они очень там интересно то, что молодые, они великолепно торопят, но в атаке не принимают участие, они боятся. а этому одному приходилось заваливать там оленя или косулю. А когда я появился, я выполнял ту функцию, которую волчица выполнила. Когда он загонял по тропе, я должен был появиться на этой тропе, не дать ему уйти, а влево-право или очень крутой спуск, или очень крутой подъем. Потому волку легко было догнать. ну вот он это оценил. А как же вы могли не пользоваться авторитетом и не войти в социум, если вы участвовали в охоте? Извините, я не подойду сейчас. Попробуйте ли вы напишите вопрос? Если вы участвовали в охоте, то как вы могли не войти в социум и не пользоваться авторитетом уголку? Знаете, это две системы. Вот упал валун, перекрыл тропинку, олень при том появился я, как валун, перекрыл тропинку, а никакой претензии на допустим ту добытую пищу, если они сами мне не давали знать, что остатки можешь подобрать. Спасибо. Спасибо. Тут. Вы знаете, как бороться с политикой новых государств, направленных на уничтожение волков? мне стыдно на этот вопрос ответить вам, потому что не так давно в Грузии в парламент поступил проект закона об уничтожении хищных млекопитающих, волков в первую в первую очередь. Ох, я бы сказал, но это о том, чтобы не приняли за пропаганду насилия. Как бороться? Вы понимаете, те люди, которые вносят такие законы, они же продукт той пошлой системы, которая гласила, что волки есть то, что мы сами могли посесть. Это пропагандировалось десятки лет. На этом выросли так называемые охотники. ну как, волк их конкурент. Если волка не будут, они могут там десять кабанов добыть. И никто не думает, зачем иметь десять кабанов. Ну вы, наверное, слышали то, что произошло в Алгонкинском национальном парке, когда волка восстановили. С одной стороны, причем русло рек и причем волк. После восстановления волка восстановились разрушенные русла рек, потому что олени не выедали растительность на этих склонах рек. восстановились возвращения волка и русла восстановились. Зачем? Я вот какое-то время работал в Азербайджане с джейранами. Прекрасная популяция джейранов. 6 тысяч голов в Ширванском заповеднике. А я туда поехал, меня интересовали взаимоотношения волка и джейрана. Ну, во всяком случае, в тот период я спас заповедник от истребления волка. Они хотели, чтобы джейранов хотя бы 10 тысяч. Ну, надо пораскинуть мозгами, какая территория, какая кормовая база. На этой территории 10 тысяч джейранов превратят территорию в пустыню. Волки в основном, как это ни странно, они уничтожают самых, что есть главных производителей. Сейчас это охотнику сказать, это все первым врагом станет волка. Но весь смысл этого в том, что у копытных доминанты очень редко меняются. Вот олень, став доминантом, он может оставаться из-за своего положения, уж другие боятся его. Остаться доминантом может и тогда, когда качество производителя упало. Да, сперма не годится, я не знаю, но он доминант. Что делать? как менять? И вот после гона волки берут в основном производителей доминантов в цех и происходит смена доминантов. Потому эти доминанты не доживают до инцеста со своими дочерьми. Да, так это может произойти. Это как раз волк делает, а никто иной. то самое и с джейраном. А вы помните работы по Барсак Эльмесу по джейрану? Джейраны в отсутствии волка перестали есть после плаценту, после родов. да не из-за этого они перестали есть плаценту. Я этим очень плотно занимался этим вопросом. А потому что плотность в отсутствии хищника увеличилась настолько, что плацентуфагия один из механизмов поддержания нормального уровня размножения. А после того, как такое же в Лагодевском заповеднике произошло. Просто вот после прекращения поедания плаценты дети этих, которые не ели плаценту, они не способны к размножению. К сожалению, да, вот в Лагодевском заповеднике мы там каждую оленуху знали, их в лицо просто знали, столько лет там работали. И потрясающую вещь, что оленуха перестала есть плаценту. Оказалось, что их дети уже не способны к размножению. Ну, вот попытка была заняться изучением гормонов в плаценте, в молоке и так далее. Но, к сожалению, это до конца тут не смогли довести, какие-то тут проблемы возникли. Ну, в общем, я к тому, что отсутствие волка вот причина того, что плаценту считали оборонительным видом поведения, что она быстро разлагается и хищник по запаху может найти. Ну, это тоже очень несерьезно, потому что через два-три часа после родов это на вооружение уходит там на километр, там в другом месте начинает лежать, ложиться. Давайте, наверное, это был последний вопрос, мы не будем больше мучить Ясона Константиновича. Приходите 17 мая в 19.30 еще раз можно будет встретиться и пообщаться с Ясоном Константиновичем и сейчас большая просьба не долго задерживать после лекции лектора. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ